Анастасия Блинова и Анастасия Мешкова подруги и однокурсницы. Учатся в Самарском университете культуры. Этот номер репетируют уже не первый год. Выступали с ним на отчетном концерте вуза. Теперь планируют показать эту композицию на Всероссийском фестивале гимнастических видов спорта и танца «Гимнастрада». Но чтобы оказаться в финале, нужно сначала пройти сито отбора и первый этап записать видеоролик своего выступления. Готовили мы его усердно, кропотливо. Каждый принес свой вклад в этот номер. Поначалу, конечно же, это все сложно, но это техника, это все нарабатывается. Постоянные ежедневные тренировки, усилия, вклад эмоциональный, физический. Решил себя испытать в новых соревнованиях и коллектив народного танца «Волжские узоры». Ребята говорят, в каждом регионе одни и те же танцы исполняют по-разному. И планируют покорить жюри самарским колоритом. Русский танец делится на регионы и на области. То есть есть областные и региональные особенности, которые люди, занимающиеся русским танцем, сразу же увидят. У нас есть своя специфика волжской, которая представлена в этой композиции. Второй этап соревнований. Очные лучшие танцевальные и спортивные коллективы Самарской области разыграют путевку на Всероссийский финал, который пройдет в Москве в середине июня. Чемпионы определятся в трех номинациях – общая гимнастика, гимнастические виды спорта и танцевальный марафон. Я думаю, что у нас в Институте культуры хореография на очень высоком уровне. Нам не будет стыдно за наши коллективы, которые с радостью примут участие в региональном этапе, а если повезет, то и в федеральном тоже. Для наших хореографов это, конечно, в чем-то и новый опыт. Почему бы и нет? Ведь и танец, и гимнастика пропагандируют здоровый образ жизни и отношение к физической культуре, к спорту. Решение о том, что Самарская область будет участвовать в новом Всероссийском турнире гимнастрада, принял губернатор Дмитрий Азаров на встрече с президентом Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Ее Международная академия спорта проводит эти соревнования в рамках нацпроекта «Демография», инициатором которого является президент России Владимир Путин. Уникальность проекта заключается в том, что попробовать свои силы может любая команда, как любительская, так и профессиональная, а возраст участников вообще впечатляет – от 5 до 28 лет. Сергей Кизоркин. События.